Субтитры делал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok 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 Андрей, гус-мастер посводит, может, вправо, влево, куда? Отсюда хороший плач. Так, держите, Жора. Даш, держи. Ты не за вас. Ну, тем более, там же ошибка у них. Как раз попадает. Ну, тут не поймёшь, не поймёшь. Как не поймёшь? Это по размеру? Ну, у них же сбок, вот этот, вот, весный объём, он стоит на 7 сантиметров на нас. Вот, на нас. Вот дыра. А там меньше на 7. То есть получается, значит, на 14 сантиметров. Жора. Я увидел. Вон оттуда. Что-то снимали, делали. Я там, ты очень мешает. Арматурка одна. Ему, наверное, предполагали, что на 10, как и на глаз предполагал, но, казалось, на все. Нормально, нормально. Спасибо, Бог. Нет, на глаз увидел. Так у тебя глаз какой-то. А, Саш, откуда? Смотри, они сейчас стоят. Без привычки. Нет. Или отрезать. Я думаю, что они, вот эти самые... Есть, Михаил, отрезать. Отпусти. Нет, я не про трос, я про вот эти балки. Нет, балки потом срежут. Они приварят. Они сболчены и приварят. Да? Они сболчены, они сболчены, они сболчены. Александр, а какие чувства испытывает мастер, когда в отворении занимает свое законное место, вот этот момент? Что вы чувствуете? Чувство тупения, потому что путь настолько долг, что все, как бы, не прокрутишь в мозгу. Ну, это такое есть, как будто мешком ударили по голове. Он так смотришь уже с точки зрения все-таки профессионализма, как-то рационально смотришь, там, правильно, хорошо, насколько это попало по масштабу, по пропорциям, как это на месте стоит. А пока трепета или уже нет, или пока нет, не знаю, может, он еще наступит вечером. Сегодня. Ну, это у вас какой по счету, можете сказать? Не могу, я... Сбери сочетки. Я... Не то, что там их такое уж количество, если... Ну, сложно считать. Наверное, какой-нибудь десятый, может быть. Смотря что памятниками называть. У меня очень много монументальных произведений всяких на Западе. В основном, кстати, как ни странно, но не памятники, а просто такие там формалистические вещи какие-то. В данном случае это символ основателя города. В Тольятке нет такой памятник. Это впервые для города. Я думаю, что... Да. Как вы воспринимаете свою роль в вашем создании символа города Тольятти? Что для вас Тольятти? Я шире воспринимаю эту роль. Я воспринимаю это как один из шагов для возрождения все-таки российской культуры. Потому что можно было бы основать памятник, то есть городу не такой памятник поставить. Тут здесь нужно отдать дань властям города и горожанам всем, что они все-таки поняли, основная масса их, что вот подобного масштаба вещи нужно делать для того, чтобы реабилитироваться перед тем, что было сделано с нашей страной и с нашей культурой. Такой прецедент, как то, что памятник создан по жертвам и горожанам полностью или частично. Вообще-то показатель для России сегодня. Было такое? Будет ли еще? Ну, насколько я читал, знаю, что... Обычно это было всегда. Говорят, что собирали деньги всегда в стрину, да. Но сейчас... Ну, конечно, да. Конечно. Как вам показалось, вообще город открытался, городу нужен памятник? Ну, это всегда должно пройти время, на мой взгляд. Потому что, ставя другие вещи, я знаю, что сначала люди, как правило, чем ближе момент, тем больше сторонников памятника, открытия. И потом, там, через 10, может быть, 50 лет, уже люди, которые родились, и когда этот памятник стоял, они уже привыкли к нему и уже к нему относятся хорошо. А сейчас, в принципе, принято у нас все критиковать в любую газету, открою, там, позитивных вообще каких-то моментов нет. Все все критикуют. И от этого уже, в общем-то, оскливо становится. Становится. Но еще интересно то, что... А судей кто? Интересно всегда, там, услышать от Клода, там, допустим, было бы, да, великого русского скульптора, который коней лепил. Или еще от кого-нибудь, от Генри Мура, его мнение. Как вы считали их? Нет, да, нет. Но и по поводу этой вещи, это мне было бы искренне интересно. Да. А когда там какие-то люди говорят, ну и что? Я же не советую им в их делах там что-то делать. Ну, правильно, об испании все судят, кто только... Ну, это тоже как-то от низковатой культуры происходит. Нельзя судить-то. А вот сейчас получилось такое, что вы оставили свой след в истории, в будущем нашего города. Это почетно, это приятно или так себе? Нет, ну, мне это очень приятно. Я полюбил уже город, сроднился. Я уже тут два года место это уже знаю, как свои пять пальцев. Раз света и восходы встречали здесь. Вот у нас Бевуак там. Вот. И, конечно, мне это очень приятно. Потом это еще связано с тем, что мои предки, прадед, жили в Нижнем Новгороде, на Волге. И это тоже как-то вот к Волге. Мне хотелось бы что-то на Волге поставить. Он показывает руку, насколько я понимаю, на место, где находился город Ставрополь. Нет, не так, да. Потому что мы хотели так сделать, чтобы он показывал как раз вот на то место, где затоплен, затопленный город был. Да, и потом мы решили, что это будет странно, потому что как бы он показывает туда, и что же вы, мол, сделали? Ребята, вы что же сделали? Я город основал, а вы его затопили. И поэтому мы решили, чтобы он показывал как бы это место просто, где стоит уже современный Тольятти. Понятно. Спасибо большое. Спасибо вам. Сергей Федорович, а какие чувства спутаете вы, когда в нашем городе появился наконец-то негожданный символ его истории? Это было бы здорово, если он стал символом. Я думаю, что он станет. Чувство, я думаю, что все на моей физиономии видно. Вы очень счастливы, вы смеялись. Да, я абсолютно счастлив сегодня. Вы не писали, вы. Да, закончился большой проект. Совершенно замечательно. И я имею честь в этом участвовать в проекте. Я знаю, что вы скажете, что будет находиться вокруг памяти, когда все эти вот гор, там, и так далее, дороги. Что здесь будет? Мы устроим конкурс на использование этой земли. А это полагается, что? Я думаю, здесь в обязательном порядке должна быть инфраструктура, обеспечивающая отдых горожан. Здесь должны быть, наверное, кафе. Наверное, какие-то вот такие разного рода учреждения. И для отдыха людей. То есть вы полагаете, что это место отдыха, оно здесь закрепится? Люди будут сюда приезжать? А как сделать с транспортом, чтобы он здесь почаще ходил, чтобы людям было ближе? Как только это место начнет обживаться людьми, мы везем на запуске общественный транспорт по этой дороге, по лесной дороге. С тем, чтобы любой человек мог спокойно сюда приехать с семьей один. Мы расширим дорогу, расширим эту площадку для стоянки автомобиля. У нас много людей на своих машинах. Мы снимем запрет так называемый сквозного проезда. И человек с нового города может быть спокойным приехать сюда. Это когда будет построена новая дорога? Это будет связано с ней? Как только будет построена новая дорога, эта дорога перестанет быть связывающей между Центральным и Комсомольским, и Автозаводским районом. Она возьмет функцию обслуживания пляжных лагерей, баз-отдых. И закончится в этой части действие знаков, которые караулит наш инспектор Агай. Понятно, что людям будет довольно непосредственно выбираться, и это место станет любимым для горожан. Да. Вот это место и дальше порт-поселок. У нас же вся зона должна быть. Вся зона должна быть местом отдыха. То есть, удержание памятника – это начало такой большой работы по созданию места отдыха для горожан, так? В центре этого места. Да, это должно быть центром этого места. Спасибо. Спасибо. Еще такой нестандартный вопрос. Вот вы брали монетки. Какие чувства? Да что вы, люди, какие чувства. Я не знаю, очень-очень сложные слова найти. Страшно было на сайте вообще-то, наверное. Какие чувства может человек использовать, когда у него рождается сын, да, или ребенок? Это очень сложно передать словами. Символ положить пять монетку. Монетку под основание памятника. Даже мастер не помнит, откуда это взялось. Это, наверное, так же, как и в море кидают. С тем, чтобы еще раз вернуться. Поскольку у нас с мастером есть договоренность об еще одном проекте. Это как символ того, что вот это искусство, искусство скульптуры усилиями лучших российских мастеров будет в нашем городе реализовываться и дальше. А сколько монеток было положено? Ой, я не считал. Это не одно продукт, а сколько-то там, несколько, да? Я положил пять рублей. Рубль? Да, монетка. Ну, там же люди с другой стороны положили. Да, повезло. Пойдемте выпьем, на самом деле. События у нас. Подожди, я сейчас сниму. Если шампанское, то черная сумочка. Ну, поднимем. Александр, когда разрабатывался проект Стилобата, то какие проекты рассматривались? Вот мы знаем, что можно сделать низкий, там, бестамент, высокий. В данном случае, вот вы, при вас, как местности, когда делали, то как это все рассчитывалось? Ну, совершенно правильно сказали. Рассчитывалось именно от местности. А именно она диктует такой размер. Верхняя отметка, собственно, откуда начинается скульптура, она появилась от точки, которая открывается вот с дороги, там, со зрительной площадки. То есть ее нельзя было сделать однозначно ниже, ну, вот. Ну, а чуть-чуть выше сделали, чтобы было не на уровне земли, а чуть выше земли. А место, когда вы выбирали, вы тоже участвовали в этом месте? Да, конечно. Вот, собственно, так и познакомились. Как это вот работа с комплексом, с архитектом? Хорошо. Что-то вам спорят, доказывают, что она так, иначе. У вас разные какие-то взгляды у вас работы с вами, или нет? Да нет, я так понимаю, что мы работаем вместе, потому что задачи, которые мы перед собой ставим, они где-то совпадают. Безусловно, есть архитектурные задачи, есть скульптурные задачи. Вот, ну, вот их надо как-то в одну конву построить, и тогда получается, я надеюсь, хорошая вещь. Вы, конечно, когда вы работаете в первый раз вместе, или нет? Нет, ну, в общем, достаточно давно. То есть у вас уже общий кончерк выработался, вы же скажете? Ну, не знаю, можно назвать почерком, или нет. Ну, я считаю, что мы сработались, во всяком случае. Как-то, ну, самое главное, понимать друг друга. Не только в скульптуре, архитектуре, а вообще. Вот это происходит. Ну, я так вот понимаю, что скульптур имеет форму крепости старинной, да? Это что, совет местных людей, поскольку сначала под гербом Ставрополя была крепость. Даже сейчас, по-моему, осталось. Нет, тут история такая была, что, когда, собственно, выбирали место для памятника, ну, собирали информацию, везли по городу, в том числе в Крыльевический музей. Ну, и там, так сказать, гравюры с изображением, собственно, татья еще модель герба, который был. Вот. Он такое достаточно сильное впечатление производит в нижней его части герба. То есть там есть верхняя часть, нижняя. Вот. И это как бы вот в ту сторону, что реверанс. То есть не в прямую взят прям и повторен герб. Ну, нечто похожее, да. С историческим предъемствами? Да, да, да. Тем более, опять же, у нас есть верхние точки, откуда это воспринимается. То есть с верхних точек это как бы прочитывается. Вот. Так что поэтому казалось интересным это применить. А там внутри, насколько известно, будут какие-то помещения, такие типа исторические, либо музеи, либо вот что там еще? Мы в этом проекте не ставили такой задачи. Здесь делать, ну, как не наше дело, может, и наше будет впоследствии. Но, получив такой объем, мы посчитали, конечно, что мы сделаем глупость большую, если мы просто его заполним чем-то и не используем. Причем там очень красиво. То есть мы как бы сделали там четыре столба, большая вот эта, так сказать, не знаю, как это назвать, за зал, да, с таким большим как бы потолком под лестницей. Вот лестница, которую ведет Настя Лабат, под ней мы так арочками это решили. То есть там заложена, так сказать, основа для дальнейшего возможного развития. Что там будет? То есть это, в общем-то, концепции на это дело нет. Вот есть предложение, да. Причем, опять же, мы когда выбирали место, тут были, по-моему, выходные какие-то дни, тут народу было. Вот. Я думаю, что это место разовьется. Ём за то, что в веках стоял. О, здоровья! Здоровья! Что-то шампанское, тайный советник. По случаю. Мужики есть? Приводим. А тут, кстати, да? Вот, а тут, кстати, да? Опа! А у вас ночевой? А я по кругу пошел, уже некого. Основной координатор и вдохновитель. Да уж, без славы, без света этот памятник гулять. Вавильну дали? Вавильну не дали. 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 Бесплатный? Поляна. Мощный аргумент. Кто еще без шампанского? Не дешевый у него получился стакан шампанского. В смысле? Ребята, хватит работать. Спасибо. У всех есть? У меня есть, вот я поставил. Конечно. Вот еще не охваченный мужчина стоит. Дай мужчине. Вот еще один. Вот еще. Виталий Павлович пришел. Виталий Павлович. Виталий Павлович. Наверху. Виталий Павлович. Виталий Павлович. Виталий Павлович. Классная работа. Виталий Павлович. Виталий Павлович. Виталий Павлович. Виталий Павлович. За Voris. Как вот эта осветительная мучта? Залезать на эту мучту на смотреть? Стать ищу. Игорь. Вторник утра или вторник ночи? Какой? И бурлаки тащили, а бурлаки тащили. Да, большая. Башляли, вон она. Продолжение следует... Здорово, я тебя ищу. Ну что, нормально еще? Расставил? Нет? А вот кто же сказал? Зазнался ты. О, ничего себе, я вон весь Николай Васильевич. Кто куды-то сразу гремут. Вопрос. Не встал, чтобы сделать паспорт. Я еще не видел. Сегодня. Так чего же вы так? Ну как, первое что? Здравствуйте. Есть предложение, давайте обойдем. Мои почтения, здравствуйте. Здравствуйте. Что, Коля? У меня нет, Мариан Дмитриевна, я здесь, здесь, все, тогда начинаем. Все? Все? Добрый день. Кирболит. Акер, блядись. Да, вот он сейчас снимается машином. Его нужно поднять. Оля. Воин, дипломат, промышленник, градостроитель, родитель просвещения, ученый. Городов, Екатеринбург, Берег, Челябинск, Оренбург, Нижний Тагил, Ост, Ставрополь, Новолгий. История российской древнейших времен. В нашем городе памятника его основателю родилась в созданном два года назад благотворительном фонде. И сегодня, на этот праздник. Видите, что будет открытие памятника основателя нашего города, Василий Никистотищеву. Увидите, что этот памятник, еще не открытый курс, стал символом нашего города. В городе, где живут люди, которые никогда не бросают в полоте, как бы жизнь не пыталась выбросить из седла. Наш памятник, как символ, подтверждающий наше стремление, знать и помнить свои проблемы, свои истории, истории народного края. Наш памятник, как нашего благодарности, основательного города и тем людям, которые жили и твои добрые дела в нашем городе. Наш праздник состоялся. И огромное наше спасибо от всех горожан. На праздник приехало много гостей. Наших добрых друзей, друзей нашего города. Аплодисменты. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok